Представители отрасли уверены, что страдают из-за глобального конфликта между Россией и Западом. Так что помощи и компенсации ждут от Брюсселя. Ростельхознадзор настаивает, латвийские шпроты не соответствуют стандартам безопасности. И обещает снять имбарды, как только ситуация изменится. Представители рыбоперерабатывающей отрасли уверены, дело в политике. И Латвия, как в случае с молочниками, страдает от глобального конфликта между Россией и Европой. Абсолютно правильно было с правительством Латвии. Там должно быть желание премьера. А с этим вопросом обратиться в Евросоюз. Все-таки это последствия общей политики. То есть, когда ты идешь в бой, должен быть военный госпиталь. И те ущербы, которые будут, экономика Латвии, социальные проблемы, думаю, что это должны быть проблемы с Европой. Там должна быть солдарность. Не надо стесняться, надо идти спрашивать. 50% латвийского экспорта рыбных консервов приходится на Россию. Это около 100 миллионов евро в год. Производством у нас занимается 19 заводов. Около 4,5 тысяч работников. Ситуация в предприятиях очень разная, конечно. У тех, у которых российский экспорт был очень большой, процент, профессионально большой, у них у всех, конечно, будет трудность. И какие-то заводы временно могут приостановиться. А те, у которых поменьше, ну, конечно, будут пытаться продержаться. Те, у которых очень маленькие, у тех, у которых не будет. Но в целом, конечно, это очень сильный удар. Как раз сегодня глава ассоциации встречался с представителями Минэкономики. Для начала производители ждут отсрочек по уплате налогов. Что касается поддержки со стороны Европы, то, по словам премьера Лаймдута Страуимы, она готова сделать все, что от нее зависит. В первую очередь, это задача министра земледелия договориться о поддержке с Еврокомиссией. И я знаю, что эти переговоры уже идут. Также мы будем обсуждать возможность поддержки из фонда рыбного хозяйства, чтобы предприятия могли перепрофилироваться. При этом премьер не скрывает, чтобы компенсировать рыбопереработчикам убытки, в бюджете денег нет и не будет. Елена Ролеева, Гунтус, Феллтманис, телекомпания ТВ5.